Смотрите в выпуске. Ради Хабиров анонсировал модернизацию трамвайной инфраструктуры в Уфе. На крыше торгового центра в Башкирии мужчина с ножом напал на полицейских. В него выстрелили. Яркие купальники и стальные мускулы. Как прошел чемпионат Башкирии по бодибилдингу. Забег в Бузулукском бару от Римбургнефти собрал более 200 участников. В Стерли-Тамаке на крыше торгового центра Сити-Молл мужчина с ножом напал на полицейских. Стычка произошла вечером 14 октября. Как сообщили в МВД по Башкирии, к ним обратились сотрудники ТЦ с жалобой на посетителя, который вел себя неадекватно. Полицейские попытались его успокоить, но он убежал на крышу здания. Уже там он выхватил нож, напал на одного из полицейских и ранил его, а потом попытался скрыться. В ответ правоохранители применили табельное оружие, выстрелив в дебошира. Позже Минздрав Башкирии сообщил ЮТВ, что раненому полицейскому оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Что касается подстреленного дебошира, его прооперировали. Он находится в тяжелом стабильном состоянии. Отметим, что часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В Уфе начнут модернизировать трамвайную инфраструктуру. Такое решение было принято на транспортном часе, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, к трамваям в Уфе есть много вопросов, а именно состояние подвижного состава и трамвайных путей. Сейчас идет замена старого экологического вида транспорта на польские составы из Москвы. В свое время они себя хорошо показали, отметил Радий Хабиров. Также он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин передал Уфе 69 таких трамваев. На одном из них прокатилась наша съемочная группа. Это трамвай из трех вагонов модели 71-414. Он курсирует по пятому маршруту, который связывает проспект Октября и центр Уфы, от госцирка до Пушкина. Трамвай выехал в Уфу из Москвы в ночь на 25 июля. До 1 ноября, со слов мэра города Радмира Мавлиева, в городе должно быть уже 15 единиц польского электротранспорта. К концу 2024 года – 20. Напомним, Уфа всего должна получить 69 трамваев. Для стабильной их работы необходимо навести порядок и на трамвайных путях, написал Радий Хабиров. Начнут с южной части города. Там предстоит отремонтировать более 8 тысяч погонных метров путей. К проектированию приступят уже в этом году, а в 2025 начнется сам ремонт. Финансирование проекта будет осуществляться из муниципального и республиканского бюджетов. Все работы завершатся в 2027 году, отметил глава Башкирии. Проезд по Шакшинскому мосту будет закрыт на месяц с 20 октября по 21 ноября. На этот период будет увеличено число электричек. По маршруту Дема-Шакша будут курсировать 35 поездов, а всего по городской агломерации 54. А вот на маршрут Дема-Шакша и Глино добавят три поезда. Номер 6436 Дема-Иглино, 6438 Дема-Шакша и 6437 Шакша-Дема, которые будут отправляться в 6.01, 17.45 и 19.00 соответственно по рабочим дням. Кроме этого, маршрут электрички номер 7401 Уфа-Раевка продлевается от станции Иглино. А по маршрутам Уфа-Шакша-Дема, Дема-Шакша-Приютова, Приютова-Тавтиманово-Улутеляк-Дема будут использоваться два пригородных пятивагонных поезда «Финист». Новый реабилитационный центр для детей и подростков «Салют» открыли совсем недавно. И сейчас он принимает своих первых пациентов. Под одной крышей объединили сразу три учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дом, который ждет всегда тех, кто нуждается в особой заботе. Для нас это дети с ограниченными возможностями своего здоровья. Это их родители, это их мама и папа, это их близкое окружение. Те, которые здесь могут получить поддержку. Те, которые могут получить здесь реабилитацию, лечение, возможно дополнительную диагностику, исследование, пойти по своей образовательной траектории, найти новых друзей. В центре площадью больше 25 тысяч квадратных метров разместились реабилитационный центр, стационар с медицинским блоком и школа для детей с ОВЗ «Ёнтез». Причем все эти учреждения уже существовали в Уфе, но только расположены они были в разных концах города. А теперь же дети смогут получить все необходимое в одном месте. Конечно, это небо и земля. Мы проходили и пользовались услугами на проспекте Октября, когда была там еще реабилитация у нас. Это, надеюсь, совершенно другой уровень, потому что здесь, конечно, и бассейн уже, и те, ну, то есть такое оборудование, которое, ну, нам будет очень полезно. Ну, во-первых, мне очень нравится, что под одной крышей собралось сразу несколько центров. Это и медицина, и образование, и реабилитация. Это очень ценно для ребенка, для меня, что не надо мотаться по городу. Построить подобный центр решили еще в 2018 году, но открыл свои двери на базе бывшего санатория «Салют» он только в октябре 2024. Первый заезд на реабилитацию уже закончился, длился он две недели. Уже завтра другие дети приедут в новый центр получать помощь. Школа и стационар на базе РДКБ работают постоянно. Мы являемся структурой РДКБ, Республиканской детской клинической больницы, и все наше отделение, которое раньше находилось по адресу Тихорецкая, 10, оно просто перебазировалось сюда. То есть здесь у нас проводится круглосуточное лечение. Оказываем помощь в круглосуточном стационаре, дневной стационаре и амбулаторной реабилитации. Есть в центре и уникальные медицинские направления, которыми может отличиться далеко не каждая больница. Например, для реабилитации детей здесь установлены аппараты, которые имитируют поездку на лошади. Есть здесь также и уникальные специалисты. Это эрготерапевт и физический терапевт, которые относятся к медико-социальным структуре. Эрготерапевт – это специалист, который ребенка после медицинской реабилитации, вернее не после, а совместно с медицинской реабилитацией, адаптирует пациента к окружающей среде. И также окружающую среду адаптирует под пациента. То есть это элементарно – застегнуть пуговицу, правильно держать ложку. Школа расположена на территории центра не такая большая, но полностью укомплектована всем необходимым для детей с ОВЗ. Тут помимо обычных классов есть также и творческие мастерские, где дети занимаются лепкой, столярным делом, ухаживают за растениями и не только. Мы уже вторую неделю начали образовательный процесс. У нас сейчас порядка 86 детей, то есть набор у нас продолжается. Мы реализуем адаптированные образовательные программы для детей с интеллектуальным нарушением, с расстройством аутистического спектра, с задержкой психического развития и с тяжелыми множествами нарушениями развития. Сегодня Центр Салют – первое и единственное объединенное учреждение такого масштаба во всей республике. Его строительство обошлось в 2 миллиарда рублей, и теперь сотни детей с различными заболеваниями смогут получить помощь в современных и комфортных условиях. Яркие купальники, стальные мускулы и такие же железные нервы на чемпионате Республики по бодибилдингу, организованном компанией Уфанет и Федерацией бодибилдинга Республики Башкортостан в очередной раз собрались атлеты, которые годами работают над своим телом, придерживаются специальных диет и проводят интенсивные тренировки. Сцена, где каждый может попробовать себя. И вот это счастье, минуты славы, когда ты на сцене, софиты, и тебя аплодируют – это огромная радость, и она не может сравниться ни с чем. Сцена Уфимского городского культурно-досугового центра объединила как опытных спортсменов, так и начинающих атлетов. Самым трогательным и запоминающимся был этап дебюта – самый важный в жизни спортсмена. Таким он и стал для Рафаэля Салихова из Магнитогорска. Спортсмен занял первое место и среди дебютантов в пляжном бодибилдинге, и среди опытных спортсменов в той же номинации. Было закономерно, потому что я к этому шел. На Уфо стал четвертым, на Челябинскому стал вторым. Как бы нацелился, так. И закрываю сезон первым местом. Чемпионат Башкирии по бодибилдингу посетили и чемпионы мира. Базой их подготовки к крупному турниру стала фитнес-арена 3000. Площадка генерального партнера мероприятия. Начали они путь на этой сцене с Федерации Республики Башкортостан. Пришли молодые студенты, но очень заряженные. И, конечно, большое искусство Марата Хакимова, потому что он заметил, подсказал, поддержал. Есть у этого чемпионата и интересная магия чисел. Одновременно совпало два праздника. День Республики и день рождения Региональной Федерации Бодибилдинга. Ей исполнилось 12 лет. К тому же впервые в этом году площадки на чемпионате 2. На втором этаже спортсмены испытали себя в фитнес-челлендже. В фитнес-челлендже туда упражнение входит подтягивание, прыжки на коробку 60 сантиметров, потом получается у нас брусья, потом выпады со штангой на спине 50 килограмм, пресс с диском 10 килограмм и бюрпи. Самое сложное – это просто начать, а дальше уже делаешь. С 2011 года Федерация Бодибилдинга совместно с компанией Уфанет популяризирует этот вид спорта среди новичков и взращивает интерес у опытных спортсменов. Ведь бодибилдинг – это работа не только над телом, но и над духом. Наша компания, компания Уфанет – это команда людей, которые влюблены в активность, влюблены в здоровый образ жизни, влюблены в то, чтобы менять мир к лучшему. Поэтому уже более 10 лет Уфанет поддерживает бодибилдинг и поддерживает те соревнования, которые Федерация Марата Хакимова организует на этой сцене. Мы, в свою очередь, поддерживаем спорт, мы всегда за спорт, и мы рады, что на этой сцене более 10 лет уже происходят такие события, как выход на горизонт новых звезд бодибилдинга. И это классно. Самое важное для каждого спортсмена – опытный тренер. Он подскажет, как лучше показать себя. Таким и стала опытная атлетка Карина Дорохова. Начиналась моя подготовка с подготовки подруги, просто с помощью ей в процессе подготовки. Ну и, собственно, все это превратилось в большую нашу команду. Я считаю, что это идеальное сочетание спорта. Ты можешь раскрыть себя в тренажерном зале, давать выход силе и энергии, но при этом на сцене ты должна быть красивой, женственной и очень мягкой, плавной. И пока спортсмены достигают высот на сцене, в зале их судят многократные чемпионы с богатой историей. Они профессионально определяют победителей, исходя из нескольких критериев – гармоничности, усложения и образа, грациозность походки и позирования. Хорошо отсудили у нас спортсмены. На этой сцене появились новые с точки зрения, наверное, дебюта. Я очень рад за наших соседей. Медали уезжают в соседние регионы. Самое главное, что мы развиваем этот спорт. И вот эта работа показывает то, что действительно на этих соревнованиях приехало много атлетов из глубинок республики Башкортостан. Не только город Уфа, Салават и Стерлин-Тамаг, но и областные города, селения и поселки, и деревья. Значит, мы делаем все правильно. Наша задача – развивать здоровый образ жизни, популяризировать спорт в регионах. И, мне кажется, мы начинаем это уверенно, и планомерно, и правильно делать. География участников чемпионата в этом году широкая. Более 85 атлетов приехали из Уфы, Челябинской, Оренбургской областей и Пермского края. Есть и спортсмены, которые присоединились к Федерации Башкирии в этом году. Например, Альфина Каграманова из Ямала-Ненецкого автономного округа. Я очень благодарна Федерации Республики Башкортостан, которая меня приняла. Все такие дружелюбные ребята. Вообще, обстановка, организация соревнований на очень хорошем уровне. Все удобно, все комфортно. Соревнования этого года включали в себя различные категории. От эстетического фитнеса и пляжного бодибилдинга до велосфитнеса, бодифитнеса и фитнес-моделей. Это вообще невероятно, неописуемо. И я, наверное, не рассчитывала в своем первом сезоне занять абсолютку. Для меня это невероятно вообще что-то. И поэтому все эмоции у меня на лице. Отзвершала их одна из самых зрелищных категорий – фитнес-эстетический абсолют, где выбирали лучшую спортсменку. Не обошлось и без эмоций. Сама категория абсолют. Вот тут здесь прям разница всего, можно сказать, в один голос прошла. Очень ровно шли спортсмены. Что они в этот момент не чувствовали, я не знаю. Вот я девочка из села, и я теперь абсолютная чемпионка. Не бойтесь и прыгайте в омон с головой именно тогда, когда вам страшно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Прохладный октябрьский день не испугал любителей спорта. Теплая одежда, горячий чай и разминка помогли настроиться на волну спорта, здоровья и энергии Бузулукского бора. География участников достаточно широкая. Оренбург, Орск, Гай, Бугуруслан, Сорочинск, всего 15 муниципалитетов Оренбургской и Самарской областей и Республики Башкортостан. Все это сотрудники Оренбургнефти и других дочерних предприятий НК «Роснефть», а также членных семей, школьники «Роснефть» класса, активисты движения «Первых» и участники беговых сообществ регионов. Кто-то готовится выйти на дистанцию, другие будут болеть и поддерживать своих спортсменов. Так Андрей Мещеряков приехал в борт в компании группы поддержки – жены и годовалой дочки. Настрой самый боевой, самый позитивный. Хочется получить ярких эмоций от бега, нежели добиться каких-то результатов. Вот просто покайфовать здесь, в лесу, на свежем воздухе. Ну и, соответственно, приобщить детей, супругу, коллег, всех. Мы приехали всем отделом. Три, два, один! Открыли трейл лёгкоатлеты на дистанции полтора километра. Потом стартовали те, кто был готов преодолеть 5 и 10 километров. На дистанции в 5 километров первым финишировал Сергей Фокин. Забег классный, всё понравилось. Получилось так, что одержал победу. Тем более такая поддержка на финише. Поэтому очень рад, доволен, классно. Традиция спортивных мероприятий Оренбургнефти, участие ветеранов отрасли. В этот раз верхняя возрастная граница участников. 77 лет. И они готовы дать фору молодёжи. Это был 10-й километр за сегодняшний день. С утра было 5 километров. Эмоции переполняют, не могу передать. Вот если бы можно было вот этот воздух есть ложкой, мы бы тут же уже позавтракали. Правда, чистый воздух, сосновый. Прекрасно. Видели же сзади, молодёжь спину дышит. Ну как не бежать? Мне 77 лет. Я в спорте 60 лет. 30 лет тому назад мы в бару сажали сосенки. И приятно было пробежать по этой отличной дистанции. Результаты у нас хорошие. Мы очень довольны. Молодёжь не отстаёт. На всех трёх дистанциях можно было увидеть учащихся Роснефть-классов и активистов движения первых. Сегодняшний забег – это очень яркий пример того, как Роснефть участвует в жизни нас, их учеников. После забега каждый получил медаль финишёра. А в завершении мероприятий участников ждал интерактив с танцевальными челленджами, конкурсами и викторинами. Поддержка массового, профессионального и юношеского спорта. Пропаганда здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальной работы предприятия. В 2024-м сотрудники уже провели порядка 10 соревнований и ЗОЖ-челленджей. И спортивный год продолжается.